Ну-ка, давай, давай, Личитровского. Я уже тут почти что... А! Ну-ка, давай. Надо всё к началу, это, мысль отматывать в голове, к началу. Получится, как строчка из стиха про мысль отматывать. Ну, я, в общем, услышал, что тут опять пролетарский бунт против правящих высоких классов, против сословного общества. Я здесь усматриваю социальническую условленность. То есть вы, как Дон Кихот и демократы, вы считаете, что все должны быть равны в своих правах, обязанностях. Типа всё для всех должно быть примерно одинаково. А я, как аристократ, социальническую песню и бета-квадры, рассуждаю, что каждому своё. То есть должна быть иерархия, должна быть определенная кастовость. Это природный порядок вещей. То есть должен быть батюшка-царь и холопы, которые челом бьют ему. Не-не-не, не так. Должны быть просто разные круги общества. Они и так в природе есть. Это нормально. Потому что есть люди, одарённые интеллектуально, есть люди, одарённые физически, есть люди, которые, например, к спорту, есть кто-то к искусству. Им требуются разные условия для формирования и проявления. Если мы смешиваем всех в одну какую-то массу, то получается, люди запутываются и теряют вообще ориентиры. То есть куда им развиваться, что им делать? Разорваться, быть творческим, быть бизнесменом или быть ещё профессиональным, например. Тут, мне кажется, всё это может возыметь такое продолжение, что туда разделение, но не столь резкое и разительное. Когда одна в кабинете едет, ноготочки розовые. Ноготочки розовые. Мужик такой смутыгой в крестьяне до седьмого, это в поле, до седьмого пота вкалывает. И типа там даже их по 40 лет умирает. Ну, зато 18 детей наплодил. Правда, половина из них умерли. А остальные девять выжили. Да, девять выжили. Стали такими же крикосными крестьянами, с такими бородишками. Знаешь, это анекдот. Анекдот. Просто приказуем урожья. А потом, как правительство, Емельянов, Пугачёва, как подняли бунт. Правда, потом всех это, и Пугачёва самому сделает. Конечно, в кастном обществе, это сословно больше крикосов. Что в Российской империи, что в Индии, например, то есть не надо думать, что это идеальное общественное устройство, а идеальное общественное устройство не существует. Здесь свои плюсы и минусы. Но надо понимать эти самые плюсы и минусы и стараться всё равно, насколько возможно, улучшать себя и общество. Пускай, чтобы на полях пахали роботы такие, кибернити, киберпахами такие. Да, но это до сих пор не избыточная проблема. Как? А потом и этими киберпахами управляет один такой, с пульта стоит, кнопочки нажимают и всё. Ну то есть, чтобы не было такого разительного, ну да, допустим... Это до сих пор не видим, даже при современном уровне на разительном. Но только потому, что там тормозят такие. Такая мафия там разная. Причина тоже другой вопрос. То есть, пускай будет разница, но не такая разительная, что-то типа там один там до седьмого пота выпакивается, а другой в карете в ноготочке полирует. Как большой. Ну что мне ещё чуть-чуть не будет? Ну знаете, эту анекдот я хотела? Такая стрекоза на лимузине так мимо едет, с бровей такой ползёт, с тенегу везёт, с дровами стучится. Стрекоза, стрекоза. Ну вот, стекло опускает. Увидишь Крылова, дай ему в морду. Она шпирхозится. У нас стрекоза всё хорошо. Да, лучше это наше общество поможет. Да, у нас стрекоза всё в порядке. Но председателем ковхоза она так и не стала. А у стрекозы всё хорошо, она поёт. Ну так она помолодец, пьёт. Значит, хочешь, чтобы маленько вот всё выглядело так это вот? Ну, штука в том, что нам трудно изменить общественное устройство. Нам бы по-хорошему свою жизнь хотя бы в порядок привести и своей цели научиться. Ладно, спать пора. Если мы это делаем, мы тогда создаём хорошие шансы и возможности для всего общества. А зачастую люди вместо того, чтобы работали над собой, они начинают мечтать или рассуждать, а вот если бы коммунизм достал, или если бы все стали свободны, правильства и гражданства, как французы эти. Светлые идеалы, но зачастую они приводят к кровопролитию, всякому там тёмному изобразию. То есть как фраза, хотите сделать революцию, выберите страну, которой не жалко.